Да лето еще далеко, и боюсь, что для прекрасной половины сейчас куда актуальнее вопрос шубный. Если, конечно, мужчина не позаботился об этом заранее, то есть прекрасный повод для подарка. Новый год, правда, презент не из дешевых. В Древней Руси у крестьян были тулупы из белой овчины или заячьего меха. Часто на всю семью была одна шуба и валенки, которые передавались по наследству. Ведь шили тогда на совесть, не то что современные скорняки. Ну, что делать, если мужнин подарок начал трещать по швам, знает Светлана Зорина. Купила кота в мешке, Людмила Колобова выбрала шубу из бобра. Мех теплый, прочный, да и носится долго, но через год вещь буквально рассыпалась. Я сразу пошла в магазин, где я ее приобретала, и потребовала, чтобы мне возместили сумму за некачественный товар. Там продавцы мне сказали, что дефект появился в результате эксплуатации данной вещи, то есть я сама в этом виновата, и что возмещать они ничего не будут. Обратилась в отдел экспертизы при торгово-промышленной палате. Бобровая шуба оказалась из кролика, мех куда холоднее, менее носки, да и дешевле на порядок. С этим заключением Людмила завела в суд и выиграла дело. Выплатили компенсацию за плохой товар, стоимость экспертизы и судебные издержки. Люди копят деньги, кредитуются, то есть это не рядовая покупка, и тем более обидно, когда она оказывается некачественной или недолжного качества. Поэтому здесь можно провести оценку, здесь можно решить свою проблему и получить не только моральное, но и материальное удовлетворение. Экспертиза может выявить массу недостатков даже у качественной, на первый взгляд, шубы. Так пожелтевший мех – это дефект, который проявляется при долгой эксплуатации, а вот плохие швы – это уже вина производителя. Захват волоса в шов. Согласно нормативным документам, захват волоса в шов не допускается, потому что швы могут разойтись. Самые распространенные дефекты – это битость тости, пропуски в стежках при пошиве. Ну и дефекты, естественно, возникают при выделке меховых изделий на кожевой ткани. Такие дефекты, например, как остевой волос, ведет к тому, что остевой волос выпадет и образуется за лысое место. Стоимость экспертизы шубы из норки, каракулей и шиншиллы – 7,5 тысяч. Из кролика, лисы и нутрия чуть дешевле – 6. Плюс консультация – 1700. Проводится два дня. Количество обращений с каждым годом растет на 10-15%. Много очень обращений по бытовой технике, много обращений по шубным изделиям, кожегалантерийным изделиям, обуви. По шубам у нас обращений уже больше 30 с начала сезона. Обращения все носят характер, прежде всего, качества меха, качества кроя. К сожалению, рынок сейчас открыт и очень сильно открыт. Кустарные швейные мастерские, отсутствие лицензии у производителя и нестрогие требования к товару – главные враги качества изделий из мягкого золота. Пока эксперты советуют – доверяй, но проверяй. Светлана Зорина, Николай Комаров, Сибинформбюро.